Чтобы помыть посуду, Александру приходится сначала налить холодной воды, затем погреть ее, перелить в таз. Ситуация, знакомая многим. Вот только большинству нижникамцев такие неудобства приходится терпеть пару недель в году. Для жильцов-химиков 90 тазы на кухне – непременный атрибут, ведь горячей воды здесь нет постоянно. Как заехали люди, так периодически начались отключения воды. Копают периодически. За лето минимум 3-4 раза, а то и 5. Ведут раскопки, естественно, воды нет. Такие перебои более чем часто. Отключение горячей воды в этом году стало последней каплей в чаше терпения. Люди рассказывают, что такие перебои бывают каждое лето, начиная с самой сдачи дома в 2008 году. У меня очень много знакомых по всему городу, но такого безобразия в городе, мне кажется, нигде нет. Даже в хрущевках, домах это на недельку отключают. И это, знаете, это проблема, то, что у нас отключают воду почти вообще на месяц. Какой на две недели? Уже третья неделя пошла. Каждый день жильцы дома звонят в управляющую компанию и водоканал, где им каждый день обещают, что воду включат завтра. Но приходят завтра, а воды так и нет. В водоканале нам ответили также – вода будет завтра. Сегодня произошел порыв на стыке трубы от дома к сетям водоканала. В данный момент сотрудники водоканала его устраняют. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения проложили с нарушениями. В домоуправлении говорят, что проблемы были с наружными сетями и на днях участок трубы заменили. Заверили, что больше перебоев быть не должно. Правда, жильцы уже ни во что не верят. Они намерены собрать подписи и обращаться в администрацию и высшие инстанции, чтобы проблемы с трубами устранили раз и навсегда. Светлана Шумкова, Евгений Лазаев, Новости НТР.